Иначе будет рассечено мое горло, и язык мой вырван из уст моих. В какой-то момент тебя могут положить в гроб. Я сегодня не случайно в таком одеянии, потому что за моей спиной Казанский собор, твердыня храмины масонской, а речь у нас сегодня пойдет о масонах. Наверное, самой тайной и самой загадочной организации во всем мире, не только в Петербурге. Ну и перед нами, наверное, самая знаковая масонская постройка Санкт-Петербурга – Казанский собор. Вот для меня странно, что в свое время я училась дополнительно именно в Казанском соборе, в Крипте. Там есть такое подземное помещение полуподвальное. И представляете, вот за три дня, за полных три дня нашего обучения, часов по шесть в этой Крипте, нам не было сказано ни слова о масонской символике. То есть нам очень много рассказывали о иконе, об обретении Казанской иконы. Все это очень, конечно, интересно. Но как не рассказать вообще ни слова о, ни об одном, так скажем, масонском символе, которым просто, которыми просто утыкан этот собор, я, честно говоря, до сих пор удивляюсь. Может быть, это сделано было намеренно. Ну, конечно, здесь, если глубже копнуть, просто везде встречаются масонские символы. Но прежде всего перед нами, конечно, просто гигантская лучезарная дельта, золотая, которую с Невского проспекта невозможно не заметить. И что это за знак? Безусловно, люди православные скажут, что, ну, это не обязательно масонский символ, это, так скажем, Господне, Всевидящее Око. И они будут правы, потому что действительно этот знак универсальный. И масоны, можно сказать, его позаимствовали из христианства. Однако ж на этом соборе этот знак непосредственно масонский, потому что заказчиком этого собора был масон Павел I. Самым главным человеком, который возглавлял строительные работы и вообще, можно сказать, 11 лет строительства этого собора, он полностью себя отдал, там, свое здоровье, свое время. Александр Сергеевич Строганов был масон. Ну и, конечно же, исполнитель, талантливейший архитектор. Андрей Никифорович Воронихин тоже был масон. Поэтому я думаю, что у вас не должно быть никаких сомнений по поводу того, что, несмотря на то, что этот храм православный, естественно, это не масонская ложа, но этот храм прежде всего был задуман по метафизике как масонское место. Посмотрите на вот эту колоннаду замечательную. Кстати, по поводу нее тоже я расскажу один такой неочевидный факт. Когда мы идем по Невскому проспекту, то, естественно, нас вот эта вот колоннада как бы обнимает. И эта задумка была в Воронихине гениальная, потому что на самом-то деле в православном храме откуда должен быть вход с запада, да, правильно. А если мы посмотрим как бы на эту колоннаду, то у нас создастся впечатление, что парадный вход, вот он, а парадный-то вход выходит на север. Но нельзя было нарушать канона, поэтому вот это не парадный вход. Это просто колоннада, а парадный вход находится вот там, вот как раз запада, там сделан предел. Вот, то есть здесь все так соблюдено. Вообще у Павла Первого, у главного заказчика, да, этого храма были грандиознейшие абсолютные идеи. Представьте себе, он хотел объединить православие с католицизмом. Так, на секундочку, да, то есть амбициозная затея, хочу вам сказать. И вот этот храм, как нельзя лучше, показывает то, как, в принципе, православие и католицизм могут в одном храме объединиться. Во-первых, если мы с вами посмотрим на прообраз этого храма, то мы поймем, что это практически прямой аналог собора Святого Петра в Риме. Вот. Второе, вот эти вот колонны, тоже абсолютно нехарактерная архитектурная черта для классических, да, таких вот православных храмов, соборов. Если мы с вами обратимся к внутреннему содержанию, к внутреннему бранству храма, то мы тоже заметим очень много таких вот, такого микса и православия, и католицизма. Потому что, смотрите, обычно в православных храмах принято делать иконостас с пятью чинами, да, то есть с пятью рядами. Там же ряд один. Вместо икон там вполне европейская живопись. Царские врата представляют из себя такую золотистую арку, которую венчает, опять же, наша любимая лучезарная дельта. Куда же без нее? Кстати, что такое лучезарная дельта именно в философии масонов? Как бы, как говорят масоны, да, что мы испрашиваем благословения у Господа на какие-то вот грандиозные деяния. То есть это не просто какая-то, вы знаете, маленькая задумка, а это всегда грандиозные какие-то планы. И я вам, забегая вперед, скажу, что вообще Санкт-Петербург, его вся метафизика, она была основана на масонской идеологии. Но об этом мы еще чуть-чуть попозже поговорим. Ну, мы идем с вами дальше по Невскому проспекту. Кстати, стоит упомянуть, что архитектор собора Андрей Воронихин, он был крепостным изначально. Потом, конечно, он получил вольную у Строганова. Строганов его очень любил. Он его как бы к нему обращался, с ним обращался, как со своим родным сыном. Он был его любимец, он абсолютно, так сказать, вот на равных относился к нему, как к своему сыну Павлу. Ну, говорили, что, и до сих пор ходит такая легенда, что, скорее всего, все-таки Воронихин был внебрачным сыном. Строганова? Вот, то есть все не случайно. Я, в принципе, этой легенде верю. Иначе почему он дал вольную ему? Иначе зачем он так, так скажем, педалировал именно вот его роль? Архитект, как архитектор этого собора. Ведь когда был объявлен конкурс, это было еще в 1799 году, то на роль архитектора выдвигались такие знаменитые, наверняка вам известные архитекторы, как, например, Тамада Тамон, значит, стрелки Васильевского острова, как знаменитый декоратор Пьетро Гонзага, итальянец, шотландец Чарльз Камерон, ну уж его-то вы точно знаете, он создал ансамбль царского села и вообще был за таком, так сказать, стиле античности. Но тем не менее выбрали, да, и выиграл конкурс бывший крепостной Андрей Никифорович Воронихин. Ну и, конечно, роль Строганова здесь невозможно переоценить. Вообще Андрей Никифорович получил великолепное образование, конечно, опять же, благодаря своему, так сказать, отцу Строганову. Был практически лучшим другом Павла, его сына, и они даже путешествовали за границу, их сопровождал такой, так сказать, учитель Павла Жильберро. Они там даже примкнули одно время к революционерам, то есть такая дружба была. Ну и когда они, в общем-то, вернулись, они, так сказать, напитавшись вот этими всеми западными веяниями, вступили в ложу масонскую. К началу строительства Александру Сергеевичу Строганову было уже за 60. И когда он вручил уже ключи от собора в 1811 году, это было уже при Александре Первом, буквально прошло две недели, и он скончался. То есть он как бы довел себя до окончания своего главного детища, он там много еще чего не доделал, что хотел, и, так сказать, скончался. Что касается колонн. Вот вы с вами видели, да, колонны. Их на самом деле 96. Тоже вот это не случайно, потому что если лучезарную дельту, то есть глаз в треугольнике, многие из вас, да и многие тогда из современников, они, говоря языком современным, просекали этот символ, они понимали, скорее всего, не все, но многие понимали, что это значит и что это масонский символ, то вот какие-то неочевидные факты, например, что колонн там 96, если их посчитать, их действительно 96, это опять же не случайно. Почему? Потому что 96 в масонской символике такое сакральное число, есть такая наука, очень тесно связанная с масонством и с кабалой, вообще масонство как бы вышло из такой доктрины, да, как кабала, который порядка уже трех тысяч лет. Так вот, в книге Левита, это третья книга Ветхого Завета, число 96, переводя его, так скажем, на еврейский язык, переводится как ЦАВ. А ЦАВ означает повели, прикажи, то есть повели, Господь объединить разъединившееся христианство, то есть православие и католицизм, объединить воедино, повели государь наш Павел Первый, гроссмейстер Мальтийского ордела, повели, чтобы эти чая не сбылись. Сами дорогу переходим. 62. А, уже не переходим. Вот, то есть вот такие вот скрытые символы, они тоже были, и явно современники об этом не знали. Вот, тем не менее, вот таких там зашифрованных посланий их очень много. Еще, что не доделал Воронихин, ну, уже просто не успел, потому что, собственно, Александр Сергеевич с Роганом умер, хотели еще сделать четыре, так скажем, вот, симметричные площади относительно собора. И это тоже символ как бы из алхимии, то есть четыре алхимических элемента, соединенные воедино. Ну, а нам с вами наверняка интересно узнать, как, откуда вообще масонство пошло, да, откуда вообще взялось это направление. Сразу стоит отметить, что это никакая не религия, это не религиозное течение, это общественное движение. Общественное, да, то есть не религиозное. Вообще, как бы, есть два таких типа, да, масонов, которые себя причисляют к совсем старейшим масонам, которые еще берут свое начало чуть ли не от Адама, и те масоны, которые любят говорить, что да даже Адам был масоном, и мы, значит, род свой исчисляем еще от Соломона. А здесь стоит рассказать одну легенду, на которую тоже опираются масоны. Царь Соломон, мудрейший царь, который строил храм в Иерусалиме. А храм этот был именно самым главным, самым главным детищем его жизни, храм мудрости. и он нанимал на работу каменщиков, то есть строителей. И один из этих строителей, у него было такое очень странное, на мой взгляд, имя, храм. Вот, так этот храм, он был самый-самый-самый талантливый, то есть он был самый добросовестный, послушный, и естественно, как бы по легенде, скорее всего, Соломон ему передал некое тайное знание. Ну, конечно, как вы понимаете, когда ты обладаешь каким-то тайным знанием, тебе начинают завидовать твои коллеги. И как-то раз поздним вечером, когда работы уже подходили к концу, три каменщика подстерегли храма, недалеко от храма, там, в стенах до храма, и хотели выведать у него секреты. Они к нему подошли и сказали, расскажи нам секреты Соломона. Вот, естественно, храма ответил нет, я этого делать не собираюсь. Вот, они у него спросили еще три раза, как бы намекая, но если не расскажешь, то будет плохо. И тогда один из каменщиков нанес ему, значит, удар молотом, деревянным, это очень важно, потому что нельзя было пользоваться металлическими предметами, это как бы тоже, знаете, такая философская основа строительства храма, должны были использоваться только инструменты, которые не могут навредить, то есть не металлические. деревянным молотом он нанес удар по голове, другой каменщик воткнул ему циркуль в грудь, вы понимаете, да, откуда вот эти циркуль, топор, точнее молот. Третий каменщик нанес ему удар линейкой, вот, от этого пошла вся символика масонства, циркуль, наугольник, мастерок там и так далее, то есть вольные каменщики переводятся вообще с французского, да, к франкмасоны, то есть вольные масоны, вольные каменщики, это каменщики некоторых там, они не рабы, они по своей собственной воле пришли, дабы строить храм мудрости, вот, соответственно, этот храм умер, и потом его там тело через несколько дней нашли, его похоронили и веточку акации на его могилу положили, поэтому ветвь акации, цветок акации, это тоже известный символ и узнаваемый масонский символ, вот, это такая, знаете, древняя достаточно версия происхождения масонов, но гораздо более вероятная версия такая, что масоны все-таки пошли от тамплиеров, кто такие тамплиеры, во-первых, слово тамполь, да, переводится с французского как храм, и это рыцари-крестоносцы, еще средневековье, то есть это где-то было порядка, знаете, 800 лет назад, крестоносцы шли в Иерусалим, чтобы восстановить храм Соломона, и был такой у них идейный вдохновитель Бернард Клервовский, он придумал вообще беспрецедентную вещь, он придумал такое понятие как экклезия милитанты, то есть церковь воинствующая, потому что до этого какие-то строители, точнее, монахи, они не могли брать в руки меч, там, да, или какие-то вот инструменты для войны, то есть они должны были исключительно заниматься своим делом, если ты монах, то ты монах, если ты в гильдии каких-нибудь не знаю, кожемяк, и ты там делаешь кожаные изделия, то ты должен только в этой гильдии оставаться, но он придумал, что церковь воинствующая, что мы можем дать монахам в руки мечи, копья, орудия, и, соответственно, они могут вот таким вот с благими намерениями пойти, если что, защищать себя и восстановить храм Соломона. Ну и, собственно, что произошло дальше? Дело в том, что у тамплиеров, как известно, всегда были несметные богатства. Откуда они там взялись? А взялись они там от того, что Бернард Клервовский познакомил тамплиеров с евреями. Если быть более точной, то с еврейскими каббалистами. Евреи вообще обладали рядом знаний, очень полезных. И сегодня, как мы с вами сейчас убедимся, это были еврейские купцы, которые знали цену деньгам, они умели с ними правильно обращаться. Они обладали так называемыми тайными секретами, которыми они поделились с тамплиерами. Это были такие вот три тайны, три главные тайны. Первая тайна гласила о том, что надо бы в пустыне, когда ты переходишь с места на место, кипятить воду. Очень страшный секрет, который был раньше неизвестен, потому что считалось, что обеззараживать воду нужно молитвой. То есть ходишь с молитвами, крест туда окунаешь, но почему-то люди все равно мёрли, не помогали такие ритуалы. И вот они научили тамплиеров кипятить воду. И о, как странно, люди перестали умирать. Именно вот это одна была из причин, по которой потом тамплиеров обвинили, что, скорее всего, им помогает дьявол, потому что у нас все умирают от кровавого поноса какого-нибудь, а у вас нет. Явно помогает дьявол. Значит, вторая страшная тайна была алкоголь. Причем не то, что надо было его внутрь принимать, как, может быть, кто-то из вас сейчас подумал, а именно наружно, то есть обрабатывать раны, потому что в походах случалось всякое, и если у тебя какая-то рана кровоточащая, тебе нужно ее промыть спиртом. Вот, это опять же поспособствовало тому, что тамплиеры стали очень живучие, и начали к себе внимание лишнее привлекать. Ну и третья тайна уж совсем, вслух ее озвучивать нельзя, но я озвучу, это векселя ячейки. Векселя ячейки, то есть это не какие-то реальные монеты золотые, это не украшения, это не вазы с какими-нибудь ценностями, это, я не знаю, это не пушнина, это не золотые слитки тяжелые, то есть это вот не фактически какой-то товар, ценность, а это векселя, то есть по сути бумажки. Поэтому евреям спасибо, те деньги, которыми мы сегодня с вами пользуемся, это тоже пошло от каббалистов, но позже от комплиеров. Я уже упоминала, что евреи были купцами чаще всего, и они, конечно, знали, как обращаться с деньгами, они приноровились, то есть ты не везешь какого-нибудь верблюда через там всю пустыню, потому что тебя могут просто ограбить, дать тебе по голове и, собственно, отобрать у тебя все, что они захотят. А у тебя вот некий вексель, это вот такой кредит доверия, ты просто везешь какую-то бумажку, по сути, говорят, что там ставили отпечаток большого пальца, и это вот был некий такой чек, вексель, ты приезжал в нужное место, и тебе уже банком это нельзя, наверное, назвать, ну, в неком месте, да, где вот принимали эти векселя, давали, собственно, уже фактические деньги, или там фактические, золото, и так далее. Вот, это был третий такой секрет, и вот как раз-таки благодаря третьему секрету тамплиеры просто не бывало разбогатели. и что происходит дальше? Далее они начинают, естественно, привлекать к себе все больше и больше внимания. в священной войне за иерусалимский храм полегло очень много тамплиеров, и, как это часто бывает, умерли именно самые харизматичные, самый такой вот цвет, цвет тамплиеров, и остались такие, ну, так сказать, среднячковые, то есть тамплиеров стало значительно меньше, и туда уже начали принимать каких-то таких уже низы, из низов общества, которые, как говорится, и в конюхе не годились. И вот уровень тамплиеров, он начал падать, опускаться. Плюс, конечно, у них осталось неимоверное богатство, а они, знаете, ну, поскольку это было, кстати, в новинку, и вот ты из простого человека выбился, да, вот в рыцари такие, в тамплиеры, ты разбогател, и, конечно, они свое богатство выставляли на показ, они очень любили говорить, какие у нас шикарные храмы, как у нас много денег, и это не могло не привлечь внимания, и это очень плохо для них кончилось, потому что в итоге они привлекли к себе внимание Филиппа Красивого, короля Франции, да, и он против них затеял такую вообще резню. У Филиппа Красивого был подельник, такой канцлер Гильон де Нагаре, и они этих всех тамплиеров схватили, причем это было за одну ночь, они их там пытали жутко, методы были просто жуткие, главному главному так сказать предводителю тамплиеров, последнему Жаку де Мале спалили ноги, сожгли до колен. Конечно, когда тебя так пытают, ты признаешься во всем вообще, во всех грехах, что ты на распятие плевал, что ты там пил кровь младенцев, девственниц и так далее. И даже потом римский папа сказал, что такие методы конечно уж слишком, хотя римский папа в этом тоже участвовал. Что интересно, такие проклятия кинул Жак де Мале, когда его уже на костре сжигали, что значит ты Филип красивый, умрешь там, не доживешь даже до ноября, и так и произошло кстати, ты Гильом де Нагаре тоже там за ним пойдешь, и римский папа ты там тоже. И они все в ближайшее время буквально и умерли. Ну может это конечно совпадение. А что то оставшиеся тамплиеры они куда делись? А они часть из них уехала в Шотландию, а часть уехала в Швейцарию. И вот вы спросите откуда это Швейцария это деньги? Самая богатая, ну одна из самых богатых стран сейчас, а именно тамплиеров. Потому что они туда приехали, они там укрылись в лесах, там по сути только леса и горы. Это было как бы на руку тамплиерам, но там больше ничего не было, там не было выхода к морю, вообще это была беднейшая страна, там непахотные земли, там хлеба хватало едва ли, не знаю, прокормить, от сих до сих, там не было никаких запасов. И вот приехали тамплиеры с оставшимися их деньгами и со знанием о чеках, о векселях. Мы сегодня такими обходами ходим, потому что то тут, то тут музыканты с не самым лучшим, как мне кажется, слухом. Так вот, в Швейцарию они уехали и с тех пор швейцарцы живут припеваючи. То есть у них там, потому что всегда кажется, ну господи, Швейцария, о, самая богатая страна, но мы не задумываемся, откуда это вообще пошло. Что характерно, их первый банк назывался Приорат Сиона или что-то в этом роде, или просто Сион, а как известно, гора Сион, это именно гора в Иерусалиме, и все это очень связано с масонской символикой. Ну и в Шотландии то же самое, тоже богатейшая страна, и там вот до сих пор самые такие вот крупные ложи масонские, они там находятся. Ну, а мы с вами вообще находимся сейчас в районе Эрмитажа, и сейчас пройдемся к Дворцовой площади, и там очередной масонский символ посмотрим. ну а вообще интересно еще как масонство в Россию пришло, потому что понятное дело, что на Западе оно уже сформировалось. Я думаю, что несложно догадаться, что как и все западное, включая там какие-то танцы, ассамблеи, наряды западные, кофе, балы, там, декольте у женщин и так далее и тому подобное, то есть все от быта до бытия было завезено в Петербург и в Россию Петром Первым. Кем же, как не им, потому что именно он сделал из такой вот еле-еле поворотливой такой полуазиатской державы, по сути, европейскую, российскую империю, ну, по крайней мере, такую первую попытку он сделал. И, конечно же, масонские идеи он привез, поэтому когда мы слышим вот такие вот доводы о том, что все-таки Петербург это масонский город, лично у меня никакого спора не возникает, потому как это действительно так, если копнуть в историю, так сказать, великого посольства, куда Петр ездил со своими ближайшими соратниками, то мы увидим очевидные совершенно факты, что он встречался с масонами, причем не с кем-то там, а с самыми видными английскими масонами, например, с сэром Исааком Ньютоном, да, да, именно с тем сэром Исааком Ньютоном, о котором вы подумали. Конечно, он человек был гений, мы его знаем как великого математика, физика, но он вообще себя нарекал прежде всего как философ и такой вот теолог, да, и он был, конечно, масон. И Петр, когда он ездил в Голландию, он, конечно, с Яковом Брюсом, да, с Карлом Тиммерманом, своими соратниками, оттуда он поехал еще в Англию ненадолго, и вот там Яков Белимович Брюс познакомил его и с Исааком Ньютоном и с сэром Кристофером Реном. Кто это такой? Это вот создатель собора. Вот у нас есть Исаакиевский собор, да, а Кристофер, сэр Кристофер Рен создал прямой аналог, точнее, это вот Монферран потом создал прямой аналог собора, который создал сэр Кристофер Рен, и, конечно, он был тоже масоном. А он тоже, знаете ли, не без масонской символики, вообще, это самое огромное, можно показать, колонна в мире из монолитного куска гранита, она выше даже и домской колонны Наполеону в Париже, и вот очередной масонский символ мы сейчас увидим. Вообще, колонна была создана не при Александре Первом, а уже его брат Николай Первый в 1734 году ее заложил. Посмотрите, на вот этом барельефе, который выходит непосредственно к Зимнему дворцу видим, да, Александру Первому Благодарная Россия, военная символика, ну и все это венчает опять знакомый нам символ лучезарная дельта, глаз треугольники, и опять мы помним, что это испрашивание благословения у Господа на грандиозные деньги. Вообще, конечно, стоит сказать, что Александр Первый тоже был масоном, но об этом практически никто не знал. Почему? Вообще, Александр Первый, если вот говорить, кто из всех вот Романовых, всей династии, один из самых странных людей и загадочных, это, наверное, Александр Первый, потому что до сих пор в его биографии много лакон, это потому, что он патологически любил все от всех скрывать, даже вот то, что не надо скрывать, он скрывал, поэтому даже вот он вступил в ложу масонскую и об этом только узнали там через несколько лет и то не все. Вот, то есть у него, но это не случайно, потому что, конечно, он рос в такой атмосфере постоянного какого-то напряжения нервного, да, его отец Павел Первый постоянно конфликтовал со своей матерью Екатериной и как бы вот Александр всегда был между двух огней, то ли с бабушкой, то ли с отцом, конечно, хотя он был больше всего с бабушкой, да, она его забрала буквально у Павла Первого, но у него какая-то вот двойственность возникла в характере, от этого он был невероятно двуличный, с одной стороны прекрасно образованный, любимец женщин, красавец голубоглазый, с другой стороны двуличный человек, который ведет постоянно двойную игру, и есть даже до сих пор вот эти версии о том, кто развязал войну с Наполеоном, может быть, это сам Александр был, вот, то есть личность самая загадочная, вплоть до его смерти до сих пор есть легенда о том, что умер ли действительно он тогда, когда привезли закрытый гроб, почему интересно закрытый гроб, да, и все-таки был ли он там в этом гробу, либо все-таки он остался в Таганроге, переодевшись там в старца, он просто начал вести какую-то отшельническую жизнь, и там вот где-то и умер, есть такие, да, версии, мне кажется, они очень правдоподобны, вот, возвращаясь к масонству в России, Петр I завез все европейское, естественно, масонскую символику тоже, и действительно, Петербург и вся его метафизика, она пропитана идеологией масонства, это нельзя отрицать, буквально на каждом шагу мы с этим сталкиваемся, да и вообще весь цвет России, по сути, все видные люди, они очень часто состояли в масонских ложах, вот это нужно тоже вот понимать для себя, особенно обращаясь сейчас к тем, кто любит говорить, например, что масоны погубили Россию, все из-за них, жидомасоны и так далее, кстати, откуда пошло такое выражение жидомасоны, потому что масоны, это же просто, ну вот, отдельное слово, откуда жиды-то, да, тут приплелось, и евреев, и масонов, все в одну кучу сгребли, это не случайно, это вообще еще пошло со времен французской революции, конец 18 века, и там жил-был такой аббат-изуит, Агустен Беререй, и он, так скажем, вот из воздуха буквально изобрел такую теорию, что в французской революции повинны масоны, причем не просто масоны, а вот масоны-евреи, то есть он взял все в одну кучу, просто слепил и вот выдал нам некое такое абсолютное зло, то есть, например, он же не говорил, что правительство Франции как-то не так себя вело, он не говорил там о тупости католической церкви, которая потеряла уже все бразды правления, он не говорил о гигантской пропасти, зияющей между, например, богатым дворянством и какими-то низшими слоями общества, которые жили просто прозевали в нищете. Нет, об этом он ничего не говорил, а он взял, как это вот часто любят делать, некую внешнюю силу и очень удобно обвинить каких-то жидомасонов в самых таких вот бедах и в той резни неимоверной, которая творилась во время французской революции. То есть, по сути, он что сделал? Он как бы нашел такую свою версию дьявола предоставил, потому что, конечно, это уже был век просвещения, это был конец 18 века, в дьявола как в такового уже им никто не верил, поэтому ему нужно было найти какую-то вот стороннюю злую силу, и он ее нашел замечательно в масонах. И что интересно, его труды при жизни Агюстена Боррюэля, они не были популярны, то есть, он там что-то написал, ну, как бы это кануло в лету. Какой-то там всплеск был интереса в 19 веке к его вот этим трактатам, а мы сейчас сюда пойдем, вот, а кто вот его на самом деле-то воскресил, это Йозеф Геббельс, это пиарщик Гитлера, да, уже в 20 веке, вот он, да, вот он, конечно, воспользовался его трудами, Йозеф Геббельс, конечно, несмотря на его людоедство, по-другому не сказать, он-то был образованнейшим человеком, и он знал, как правильно пиарить, в этом ему таланта не занимать, и он как раз воскресил эти труды Агюстена Барюэля и представил нацистской верхушке евреев, как вот самое вот зло, мировое зло, которое можно себе представить, и обвинили их, значит, во всех прегрешениях, и дошло до того, да, мы прекрасно знаем, чем все закончилось, закончилось все нацизмом, который, не факт, что сегодня до конца побежден, вот, какие творились зверства, то есть, это все зиждилось еще на труде вот этого Агюстена Барюэля, И вот зная это, наверное, я, например, задумываюсь, что люди, которые сегодня обвиняют, очень любят евреев по всем обвинить, ну и вообще жидомасонов, то по сути, они, может быть, сами не зная, они поддерживают отчасти нацизм, поэтому война закончилась, Россия воевала с Германией, с нацистской, но по сути не с самим нацизмом, поэтому он по сей день жив. Поэтому, это, знаете, такая теория раздутая из ниоткуда, и что вот интересно, если ты смотришь, например, или читаешь какие-то действительно научные источники по масонству, которые, ну, крайне непопулярны у обывателей, скорее всего, то ты там не встретишь теории какого-то жидомасонского заговора, но вот если ты открываешь любой какой-нибудь ролик на ютубе про масонов и особенно про их ритуалы, то там сотни комментариев и через один будет, что да-да, жидомасоны пьют кровь, во всем виноваты масоны, на костерах поскорее и так далее. Вообще, если посмотреть, как выглядят современные ложи, то вот мне кажется, такие обвинения, они даже немножко смешны, потому что, как правило, если мы посмотрим действительно на какой-то ритуализм внешний английских лож и шотландских самых крупных, да, то это, как правило, дядечки такие, им уже сильно к семидесяти, а иногда там к девяносто, то есть, это такие уже совсем привыкающие к земле, по-другому не сказать, и для них это просто какой-то уже внешний ритуализм, ну, господи, они нацепили там эти передники, они надели, как я сегодня, белые перчатки, и мне кажется, вот со стороны просто глядя, что это просто люди, которым очень нравится собираться в какие-то вот организации единомышленников, где они вот красиво оделись, где они обладают каким-то тайным знанием и что-то такое, вот, по сути, ничего плохого не вижу, да и потом, я опять же хочу вот эту тему, да, для вас озвучить, что, особенно, начиная со времен Павла, и там продолжая вот с Александра Первого, когда масонство просто расцвело яркими красками, вообще масоны всегда были талантливейшими людьми, если перечислить, да, Александр Сергеевич Пушкин, между прочим, тоже был масоном, Кутузов был масоном, у него вообще было прозвище Зеленеющий Лавр, кстати, обращаясь к тематике вот этих прозвищ, в масонской ложе всегда дается некое прозвище, то есть тебя там не будут звать, например, генерал там, Александр Сидорович какой-нибудь, да, а тебя будут звать так, ты брат-созидатель, или там, ты вот брат Вильгельм, то есть какие-то вот свои имена они им дают, и Зеленеющий Лавр, а, кстати, Кутузов был, состоял вот в строжайшей масонской ложе по шведской системе, со шведской системой, и чтобы добиться такого высокого звания Зеленеющий Лавр, там нужно было дослужиться до очень высоких степеней градусов, а мы с вами пришли к Адмиралтейству, одна из доминант главных Санкт-Петербурга, которая как бы узнается, да, вот из этой вот плоскости у нас на поверхность выходят такие вот золотые шпили, это тоже ведь идея Петра и идея масонства была, то есть абсолютно новый тип города. К Адмиралтейству мы пришли не случайно, потому что это такой вот идейный центр новой столицы, северной столицы, и вот этот золотой шпиль, заметьте, это не позолоченная главка купола, да, как было принято, как было в Москве, например, а это абсолютно европейское навершие какого-то здания, а в данном случае даже не храма. И вот Адмиралтейство было абсолютным таким новаторским зданием, которого в России до этого вообще не было, да, и, конечно, оно вызывало у современников большие вопросы, оно вообще считалось ненужным, каким-то вот сатанинским, почему Адмиралтейство центр Санкт-Петербурга, почему не Петропавловский собор, да, то есть вот если задуматься о философском назначении вот этого здания, то тоже все встает на свои места. Ну, а Адмиралтейство это ведь еще самый главный центр и вершина треугольника, от которого расходятся три луча. Вот если мы с вами посмотрим, то у нас расходятся три луча. Это Вознесенский проспект, Гороховая и Невский проспект. Да, то есть вот такие вот три линии расходятся, а основание треугольника это Казанская улица, то есть это будет у вас глаз в треугольнике, треугольник, узнаваемый масонский символ, и как вы думаете, случайно ли это? Я очень сомневаюсь. По такому же принципу, по такой же планировке, кстати говоря, были построены и Амстердам, самый масонский город, Нью-Йорк, Вашингтон. очень процветающие столицы, как вы понимаете, почему-то никто не стремится в какие-то там переехать, Индии, Пакистаны, а все стремятся в Америку, ну и в Европу. Поэтому Петербург это масонский город, основанный на масонской метафизике, и кстати, если мы посмотрим, вот здесь ведь опять же аллегорические скульптуры на верхнем фризе, там сложно разглядеть, потому что их там много, причем на каждом фронтоне там их по 8 штук, то там есть очередной масонский символ, так называемая Афродита Урания. Что это за Афродита Урания? Это тоже очередная такая масонская легенда, которая гласит, что у Афродиты два лика. Один лик черный, а другой лилейно-белый. В основном как бы весь обычный народ, плебеи, обыватели, они знают Афродиту как пандемос, да, Афродита пандемос, то есть Афродита с черным ликом. Вот, они знают, что да, это красивая женщина, доступная всем, что, согласитесь, сомнительный комплимент для девушки, для женщины. И только вот избранный круг людей, они знают и видят эту Афродиту как уранию, то есть с лилейно-белым ликом. Вот, но они не могут никому об этом рассказывать. И вдруг, если какой-нибудь брат расскажет о том, что у Афродиты оказывается лилейно-белый лик, то с ним ничего не произойдет, его не убьют, там волосок с его головы не упадет. Но на лилейно-белый лик Афродиты ложится черная тень в этот момент. И вот чем больше ты рассказываешь, тем больше ты очерняешь вот эту Афродиту уранию. Вы чувствуете аналогию, почему масоны не любят рассказывать о своих ритуалах и о чем они, собственно, говорят на своих заседаниях? Вот это, мне кажется, легенда, она как нельзя лучше олицетворяет вот эту немножко таинственность, которую они на себя навлекли. И надо сказать, что это не случайно, потому что, как мы уже с вами знаем, с предысторией масонства, тамплиеров ведь сожгли на костре, потому что они, по сути, очень много про себя говорили, да, они лишились всего. И с тех пор масоны научились, да, что не нужно, если у тебя много денег, об этом рассказывать на каждом углу, то есть ты держи это в секрете, чтобы никого не раздражать и вообще поменьше рассказывай. Поэтому, да, масонство это действительно тайная организация, хотя сегодня мы можем с вами и ритуалы проследить определенные, и все это, так сказать, все меньше и меньше становится тайной, но что-то определенно они до сих пор не говорят и не торопятся рассказывать об этом. Ну, а как же происходили все-таки процедуры и ритуалы посвящения в масонскую ложу, потому что это вообще отдельная такая мистерия. чтобы попасть в масонскую ложу, кстати, это было не так уж просто, как вам кажется, да, то есть это не то, что вот ты, например, ну, я приведу, конечно, такой, может быть, святотатский пример для религиозных людей, это не то, что ты пришел, например, в православный храм, и ты поговорил с батюшкой, в принципе, если ты доказал, что ты действительно хочешь вступить в ряды и православных людей, то никаких проблем тебя покрестят, вот, с масонской ложей все не так просто, то есть ты должен знать как минимум двух масонов, они тебя приводят в масонский храм, храм, это не надо понимать, что это вот храм, как в нашем понимании, гигантское сооружение, это может быть, например, подвал чего-то дома, например, какого-нибудь аристократа богатого, какое-то просто помещение, они тебя приводят в ложу, причем они, прежде чем как бы тебя туда принять, они за тобой наблюдают, и это очень не быстро, то есть вот эти наблюдения могут продолжаться год-два, а почему они за тобой наблюдают, потому что ты должен вести очень чистый образ жизни, например, кого в масонство не принимали, тех, кто обманывает, ну явно, да, то есть понятно, не то, что ты там где-то что-то украл, и об этом никто не заметил, и так далее, то есть чтобы ты был чест на руку, чтобы ты не накопил какие-то огромные долги, чтобы ты ни в коем случае, например, если я узнаю это тебе, что ты ухаживаешь за какой-то девушкой, но ты просто ею пользуешься, и не собираешься делать ей предложение, то тоже тебе в масонство дорога закрыта, не дай бог, ты, например, оставил престарелых родителей, им не помогаешь, то же самое, то есть за тобой тщательно наблюдают, потому что ты сам изъел желание, и если ты подходишь, то тебя уже приводят назначенный день в масонскую ложу, и как этот ритуал происходит, это вот тоже отдельный разговор, потому что все пропитано какой-то вот мистикой, значит, ты приходишь одетый в черный костюм с белой рубашкой, когда тебя завозят в ложу, тебе завязывают глаза, что уже само по себе некомфортно, потому что, ну, представьте себе, мужчина, там взрослый, ему завязывают глаза, он должен находиться в абсолютно непонятном каком-то пространстве, он абсолютно не знает, что сейчас будет с ним происходить, то есть все это очень волнительно, вам завязывают глаза, вам оголяют одну ногу, то есть заворачивают штанину, да, и вы как бы вот, одна нога у вас голая, грубо говоря, босиком, оголяют также левую сторону груди, расстегивают рубашку, надевают на шею веревку висельника, то есть уже как-то вот очень весело и приятно ты себя ощущаешь с вот этой повязкой на глазах, значит, здесь у тебя веревка висельника и тебя ведут. В какой-то момент тебя могут положить в гроб, ты опять же с закрытыми глазами, но ты чувствуешь, что тебя кладут там в гроб какой-то ящик и далее братья начинают заколачивать этот ящик, конечно, это все бутафорские, они скорее всего там настоящие гвозди не применяют, но как бы ты чувствуешь, да, ты слышишь, как молотком заколачивают тебе гроб и ты в этом гробу лежишь, причем лежишь ты не пять минут, а может быть часа три-четыре, но это максимум, часа три-четыре, и за это время у тебя может быть проносится вся жизнь перед глазами, потому что, сами понимаете, куда-то все ушли, абсолютная тишина, это может быть сделано специально для того, чтобы создать какое-то вот психологическое давление, для того, чтобы понять, человек слабак или нет, потому что каких-то вот откровенных трусов масонство тоже не брали, то есть ты должен это испытание пройти. Дальше, если все с тобой в порядке, ты не упал в обморок, тебя вынимают из гроба, опять ведут по темноте, в какой-то момент могут около твоей головы выстрелить, ну, холостыми патронами, если ты, да, там, не скричал от ужаса, ты, конечно, можешь там, стряпенуться, но ты должен как бы не показывать своего страха никак, при этом тебе задают ряд каких-то вопросов, я сейчас о них еще подробнее расскажу, далее тебе циркулем нацарапывают чуть-чуть вот на груди, то есть пускают капельку крови, да, то есть там не то, что прям втыкают, но чуть-чуть тебе вткнули, чтобы все-таки там кровинка пошла, и при этом задают массу вопросов непростых, а касающихся какого-то вот понимания мира, я сейчас приведу буквально пару примеров, причем, конечно, в разных ложах были свои вопросы, самые разные, но они всегда касались некого вот философского понимания именно твоего, что такое вот Бог, а что, например, такое смерть, а что будет у тебя после смерти, а что ты будешь делать, если вот то, а что ты будешь делать, если этот тебе подойдет, ну, например, а некоторые вопросы очень странные, и мне кажется, люди со стороны вообще до сих пор могут, мы с вами, скорее всего, не поймем смысл этих вопросов, например, занят ли ты? Нет. Будешь ли ты отдавать или забирать? И то, и другое. Или как ты пожелаешь, отвечает неофит своему мастеру. Кто такой вольный каменщик? Человек, зачатый мужчиной, рожденный женщиной, брат царям. А кто такой брат? Друг и спутник к князьям. Какова твоя клятва посвященного? Я слушаю и таю в себе, иначе будет рассечено мое горло, и язык мой вырван из уст моих. То есть, вот это, опять же, отсылка к таким, к таинству и к тому, что брат масон не должен на каждом шагу вообще рассказывать о тайнах и о ритуалах, которые происходят в масонской ложе. Это самое главное. Где место каменщика у восточного окна в ожидании восхода солнца, которое увидит свой народ в трудах? Мне кажется, вообще, без пол-литра здесь немножко не разберешься, но, в общем, вот такие вот вопросы. Сколько есть драгоценных сокровищ? И тут уже нам известны атрибуты. Три. Циркуль, треугольник и наугольник. Поэтому, где бы вы не встретили циркуль на зданиях, наугольник, особенно циркуль, соединенный с наугольником. То есть, это линейка, представляющая из себя такой угол. Это масонский символ. Что тут еще интересного? Откуда ведет свое начало арка? Из архитектуры. То есть, здесь вот какие-то еще архитектурные есть вопросы, потому что это отсылка к строительству храма. И надо сказать, что тамплиеры, которые спаслись потом, их остатки спаслись потом в Швейцарии и Шотландии, они, конечно, уже реальный храм не строили. Но они сказали, наши братья-предшественники строили реальный храм, а мы будем строить храм у себя в душе. Они, наши браты, братья-предшественники были воинами, у них был в руках меч, а у нас будет в руках мастерок, наугольник и циркуль, то есть уже инструменты созидания. И они строили, да, реальный храм, а мы будем в душе. И как бы здесь вот аналогия такая, что ты строишь храм у себя в душе, и ты, как грубый камень, из грубого камня делаешь такой идеально ровный шар. Вот таких шаров очень много, кстати, в Петербурге, таких обтесанных до идеальной формы. Также и мы будем свою душу обтесывать до состояния идеала, то есть это стремление к идеалу, к совершенству. Хотелось бы еще парочку примеров привести, как вообще например масоны могут друг друга узнавать по каким-то тайным жестам. Ну, самые такие вот известные, да, например, если вы пожимаете кому-то руку, и вы хотите показать, что вы брат масон, то вы определенным образом ее пожимаете. Причем, если человек не масон, он не поймет, он в жизни не выявит даже вот этот вот как бы жест. То есть, человек масон, он поймет, что перед ним брат масон. Возможно, из другой ложи. и выглядит это так, когда вы пожимаете руку, то вы должны средним пальцем вашему компаньону, да, вашему партнеру дотронуться до запястья. То есть, как бы вы внутри дотрагиваетесь средним пальцем до запястья. Также звуки, например, масоны определенные могут издавать в обществе, когда они сидят, чтобы понять, чтобы дать понять, что я масон, опять же, не масоны этого не поймут. Тройное покашливание, например, ну вы сейчас скажете, например, если я просто покашлял, ну конечно, тут уже бабушка надвое сказала, как говорится, кто это может посчитать, возможно, что вы масон. Если масон в беде, и, например, ему не хватает денег, то он не прямым текстом скажет, кто-нибудь займите мне денег, а он должен уронить на землю кусочек круглого мела белого и сказать, кто мне разменяет эту монету. То есть, вот такие вот странные очень фразы. Например, как распознать масона в темноте. человек в темноте, он хочет понять, что вот тут есть масоны, он скажет, он скажет так, нет света без отсутствия тьмы, а если в темноте присутствует брат-масон, то тогда он должен ответить, нет тьмы без отсутствия света. Понимаете, какие вот такие мистические какие-то фразы, и причем сколько их, я рассказала там всего лишь о парочке, а поверьте, их гораздо-гораздо больше. Потом еще один из самых узнаваемых жестов масонских, это вот если, да, особенно это мы часто встречаем на парадных портретах, вот, например, парадный вицмундир какой-то, и человек заложил руку вот так. Кутузов, Наполеон, там Пушкин, мне кажется, очень часто можете, различные генералы, особенно войны 1812 года, очень часто такой жест можете встретить. Ну, а Петербург действительно город масонский, построенный полностью по плану, единственный город в России, который был полностью построен по плану. То есть, он не хаотично возник, да, вот по кольцевой системе, как та же Москва, а он был полностью распланирован. И в его основе лежит полностью масонская идеология. И сколько бы ни кидали проклятий в свое время, говорили, и Петербургу пусто быть, и что здесь жить невозможно, и что этот город уйдет на дно, его потопят наводнениями, и что он проклят, и так далее, и что он на костях построен. А как видим, он стоит по сей день, и я думаю, простоит еще не одну сотню лет. зон… Продолжение следует...